что ты будешь делать саша яички бить яички бить папе делает яичницу по утрам а что такое прям голос на бок сам еще не умытый зубы не почистил а уже папе яички бить будет доброе утро мои дорогие доброе мурманское утро яйца бьют на пол разбил нет не разбил молодец на пол не надо да саш ну что включаем новый день что будем делать с яйцом давай показывай мне я же не знаю вот яйцо да что дальше ты с ним делаешь ставь ставь так ковшик у тебя ясно ну давай а чего тебе надо не устраивает его цвет яйца ну давай давай не могу в смысле не могу а чё ты боишься каждый день делаешь и боишься ну давай попробуй то ладно чего бояться крепкой 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 можешь прям из кастрюльки да прямо чё-то ложечкой так брать ложечку ну бери вот дошла очередь до саши на яичнице здорово 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 вот так вот все разбежались остался погром сейчас надо все это убрать навести порядок опять посудомойку загрузить вот такие лимоны интересные как апельсины прям оранжевые сегодня на улице минус 23 но ощущается как 31 вот так вот а день прям прибавляется прям на глазах все раньше и раньше расцветает мы здесь то здесь все это быстро одно уже высохло белье другое стирается зато сейчас с утра все переделается и можно будет куда-то а куда если не хотела ой девчонки я сегодня хочу в этот самый давай ты я с утра плахматы надо стричься идти состригать вот это дело все уже урон все как спишь все дыбом ставит вот а я сегодня хотела поехать в секонд куда я вот ещу да богу потому что сегодня дешевый день вот дешевый день самый и можно господи не пойму что у меня грязное что не вот и можно купить для декора какой-нибудь посмотреть одежду или там ткани какие-то кусочки вот и вот хотелось съездить холодно блин а у меня же молния вчера сломалась надо еще посмотреть что там с молнией с этой до собака день начинается короче говоря еще один день наши сегодня улетят папа с мамой мы останемся одни на хозяйстве завтра придется сашу вести в детский садик потому что хоть суббота но там вот что-то рабочий день видимо 23 за 23 число ну ладно отвезем заберем ой мне так нравится вот эта лампа над столом видите она во все стороны крутится очень удобно ой рукам у меня левая что-то дурит ну что же прошли почти сутки ну вот что у меня получилось так здесь надо шкурочкой пройтись почистить это все ой они такие легкие такие прям хорошенькие почистить по краешкам очень хорошо виден рисунок видите прям хорошо ключик с трудом ломался ломался но все-таки получился божья коровка ножки у нее очень тоненькие их решил от них избавиться она и так видно да что это божья коровка так что вот такой мой первый опыт так что девочки не боимся беремся все получится все хорошо пока не ушла хочу вам показать а то забуду мне тонюшка вчера посмотрите каких накупила петуни и семян я их каждый год сажаю но у меня не ну какие собственно продаются в черноморском я приезжаю то поздно вечно уже рассаду сажать поздно вот и покупаю уже но такой выращенной рассадой сразу землю сажать вот она мне ну купила интересных вы видите они с какими прожилками а эти вот как будто краской забрызганные тоже какие симпатичные приеду посмотрим так лаванда у меня была лаванда года три наверное потом пропал но я наверное просто не знал что с ней делать у хотя ей вроде обрезала там ну ладно теперь вот такую посадим посмотрим что будет так что танюшка спасибо тебе огромное так и вот еще как будто краской забрызганная оттенок другой вот так что покажу вам потом что вырастет а это смотрите какая махровая артист называется прельс какая ладно я если мне попадется надо сходить в ленту еще чего-нибудь может быть куплю такого чего вот я не сажала горшков то у меня слава богу кашпоты этих будем сажать так два тут 55 штук что можно еще покупать хоть десять так ну ладно я короче собралась сейчас поеду на мороз сколько снега то навалило чистят снег с крыши на улице прям такой крепкий морозец ага дорогу перекрыли где-нибудь пролезу сколько снег в этом чистить и чистить чтоб не чистить ступеньки песочком посыпали видите что творится да не везде порядок вот почему я все время вспоминаю финляндию это просто вот прелесть вычищена нигде не скользко никаким песком не сыпят сыпят только на дороге и то там где повороты но они сыпят гранитной крошкой потом весной эту крошку собирают моют и складывают до следующей зимы а у нас этот песок потом все лето летает его собирают 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 как ветер подует и вот этот песок в лицо вот она россия то а то у нас нет гранитной крошки ну а че запариваться то ее собирать да потом домыть а ты вот как хочешь ходи ну вот в магазинах почищено где-то тоже почищено а где-то вот так да прям рука замерзает не поснимаешь вот магазин дикси внутри грязь и на улице не пойми что а хорошие евроросы купил магнит тоже недалеко ушедший от дикси придется подождать потому что 57 ходит редко в тот район может повезет повезло ну прям минуты две наверное я постояла все маршрутка пришла это хорошо не поснимать ничего мало того что лук не замерзший так еще и все залеплены этими картинками солнышко-то какое яркое ну ладно доеду так не снимая ну вот я и доехала да кстати хотела ответить забываю уже несколько дней когда я говорила что в Сочи полетим одна зрительница мне написала ну вот так сейчас попытаюсь передать я уже как-то цитировать не могу уже забыла что-то но смысл такой собрались они лететь никакого контроля никакой дисциплины срывают детей среди учебного года что это за родители что это за бабка ну в общем вот в таком тоне вот не знаю смотрит ли она дальше я ее заблокировала но все равно хочу ответить милочка моя у нас в феврале в мурманске каникулы с 17 числа по 1 марта почти две недели и это каждый год сколько себя помню потому что обычно в это время всегда морозы такие умные такие всезнающие как напишут хоть стой хоть падай да ладно бог с ними ладно а я пошла на поиск клада не могу вылезти из этой кучи скатерти ну тут в основном конечно там постельное белье но я смотрю шторы скатерти вот уже набрала все для декора вышла покурить и подышать вон она я там стою очень тяжело в маске долго а я уже тут часа полтора ковыряюсь уже что-то и солнышко спряталось я вам потом все покажу как домой приеду ну вот выползла я из магазина теперь буду ждать автобус а завтра надо опять ехать потому что завтра будет привоз нового товара оно конечно дороже будет в два раза а что и не в два а в три в четыре это сегодня дешево все но зато там можно вещи интересные найти в первых рядах если приехать правда то что мне нравится оно в основном может меня и дождаться до пятницы потому что женщины в моем возрасте в моей комплекции такое обычно не покупают если только молодежь забежит крупная но съездить все равно нужно тем более завтра рабочий день Сашу в сад отвезу и поеду вот у нас тут видите что творится и ребенок весь да да и ребенок весь в краске ребенок чумазый ну завтра надо идти меня не будет дома так Юля будет тренер вот он и будет Андрей с Наташей у него своеобразная техника не будет как не будет надо краской рисовать не водой кто там ребеночек плачет краской нужно рисовать а ты рисуешь водой я просто позвоню чтобы она программу подготовила в общем вот так мы рисуем хочет луну рисовать зачем ты туда Саша спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok